Приветствую вас! Вы пишете достаточно кратко о том, что произошло. Хотя, вообще-то говоря, проблему, которая у вас есть, это проблема ревности, ее нужно рассматривать очень подробно. И избавиться от ревности вам, конечно, возможно. Но, возможно, лишь в том случае, если вы действительно готовы понимать причины того, почему она у вас возникает. Значит, во-первых, если, как вы говорите, была измена в прошлом. Вот вы пишете, да, помогите, пожалуйста, избавиться от ревности. Была измена в прошлом. Была измена в прошлом кого? Кому? Кто изменил? А, простила. Ну, получается, что изменили вам. Но, все равно было бы лучше, если бы вы написали, что изменил молодой человек, например, или просто, что изменили вам, потому что. И это первый вопрос. С чем была причина измены? То есть, смотрите. То есть, смотрите. Измена, само по себе, это предательство. Да, то есть, человек, он, вот, изменил вам, он вас предал. Но вы его простили. Значит, вы, наверное, понимаете для себя, что человек раскачивается. Да, то есть, он вам изменил, но он раскачивается, и поэтому вы его простили. Ну, по крайней мере, ну, по крайней мере, так получается. Значит, вы его простили, почему? Вы его простили, потому что. Что для вас есть понятие простить человека. Это тоже очень важный момент, который вы тоже практически не раскрываете здесь. Значит, простили, любим друг друга. Любите друг друга, хорошо. Как проявляется ваша любовь друг к другу? Вопрос. Как уже вам, наверное, сказали мои коллеги, любовь, это когда человека, безусловно, стремится сделать счастливым. Стремится сделать счастливым человека просто так, без каких-либо условий и без обязательного получения что-либо взамен. Соответственно, если у вас сорин из-за ревности, значит, имеет место быть она, а у нее есть мотив. У ревности есть причина. Возникает вопрос. Какая причина может быть у ревности? На этот вопрос мы ответим чуть-чуть позже. То есть, то, что вы любите друг друга, это хорошо. Возникает вопрос, принимаете ли вы друг друга? Как вы относитесь друг к другу? Принимаете ли вы друг друга такими, какие вы есть? Или вы пытаетесь друг друга подстроить под себя? И вот получается, что если есть ревность, то, соответственно, как следствие, есть вот это вот подспудное желание, подспудное стремление человека подстроить под себя. Если так, то это не любовь. Если так, то это потребность. И эта потребность чем-то продиктована. Это ваша потребность, ну, поскольку вы ревнуете. И, соответственно, если это потребность, то ее необходимо отделить от общей структуры любви и, собственно, удовлетворять отдельно. Далее. Вы пишите, что расставались, потом снова вместе, но я снова ревную. Во-первых, если вы ревнуете снова, то вопрос, который вам нужно задать, звучит так. Есть ли у вас повод для ревности? Дает ли вам мужчина формально поводы? Если поводы дает, значит, его мотивы, которые спровоцировали первую измену, они до сих пор есть. Потребность, которая стоит в корне измены в прошлом, до сих пор действует на вашего молодого человека, на вашего мужчину. И, соответственно, она, эта потребность не удовлетворена. Это значит, что мужчина с вами чего-то не получает, недополучает, и вы ему чего-то не даете. Вот с этим аспектом и нужно в первую очередь разобраться, если есть поводы для ревности. Если же вы мужчине, ну вот, даете все, что ему нужно, тут, кстати говоря, желательно дать характеристику человеку, чтобы понять, чего он хочет. Чтобы понять, чего он хочет для ощущения себя мужчиной. И когда, если вы это поймете, то вы поймете, даете ли вы ему все для того, чтобы он себя таковым ощущал. И если вы это делаете, если он таковым себя ощущает, но все равно дает вам поводы для ревности, значит, это говорит о том, что человек вас недостаточно ценит. И если он вас недостаточно ценит, то либо его поглотил быт, его поглотило некое такое однообразие, стабильность, вы дали ему понять, что вы никуда не денетесь, что вы не уйдете. И для мужчины это соблазн вами манипулировать, для мужчины это соблазн вас использовать и, собственно, примите к чему-то еще. Конечно, вам в этом случае нужно четко выработать позицию свою, в которой вы бы дали понять мужчине и желательно, чтобы вы сделали это очень четко. Четко. Значит, позицию, в которой бы вы дали понять мужчине, что вы терпите вот то, что происходит, ненамеренны и будете от него отдаляться. Отдаляться до тех пор, пока либо он не изменит своего поведения по отношению к вам, либо вы не найдете кого-то другого, либо вы просто не будете с ним быть несмотря на то, что вы любите, потому что его поведение вас унижает. Это вот если он дает вам повод для ревности, если вы не дадаете ему чего-то. Если и вы ему даете все, что нужно, и поводов для ревности он вам не дает, тогда то, что вы испытываете ревность, это уже следствие ваших собственных переживаний и ваших собственных конфликтов. Естественно, конфликты эти, они не возникли на ровном месте, как вы, наверное, сами для себя понимаете. Почему? Ну, потому что ситуация такова, что если была измена в прошлом, как вы говорите, значит, был случай. Был случай, когда мужчина вас, например, предал. И, естественно, вы боитесь повторить повторение этого случая, естественно, вы боитесь, что мужчина сделает это вновь, и, естественно, вы для себя этого не хотели бы. Именно с данного аспекта, с аспекта случая, и началась ваша такая вот реакция, ваше такое поведение. И, с одной стороны, нужно понимать, что оно естественно, потому что вы в праве своего молодого человека подозревать, но только в том случае, если он вам своим рассказом не доказал, что он это сделал, там, по ошибке, в общем, что он больше ни в коем случае этого не повторит и так далее. Если он этого не сделал, то это вопрос как бы к нему. Почему не сделал, что помешало, или сделал, но вы, например, этому не придали значение. То есть вы по какой-то причине, мы пока не будем говорить о причинах, считаете, что мужчина вам может изменить. И вы убеждены в этом, думаете, что это произойдет, то есть вы этого боитесь. Вы не уверены в мужчине, вы не уверены в том, что он вам не изменит и, соответственно, его подозревают. Здесь нужно только разговаривать с мужчиной, стараться проговаривать с ним те аспекты, которые вас волнуют. То есть не в контексте именно ревности, не в контексте предъявления ему претензий, не в контексте выращения подозрений, а скорее именно в том контексте, в том аспекте, что вы сомневаетесь именно в нем. Это, пожалуй, было бы самым правильным моментом в данном случае. То есть именно в случае, если мужчина именно вам не дал понять до конца, что он вас больше не предаст, например. Если вы проговаривали с ним все, если вы действительно осознали, почему он это сделал, если вы действительно поняли, почему он это сделал, если вы, как вы говорите, простили его, ну про прощение, наверное, нужно будет поговорить немножечко отдельно, отдельно, а пока просто скажу, что если вы проговорили все, что можно было в этом аспекте, в этом моменте, и все равно у вас вновь и вновь зарождается оборудование именно в том, что вот в конкретном случае, в каждом конкретном случае мужчина вновь может вам изменить, то это проблема вашего восприятия. И связана она в двумя основными моментами. У этих моментов есть также, значит, свои, ну, скажем так, последствия. Значит, моменты, с чем связаны ревность? Это неуверенность в себе и понимание того, что, возможно, другая девушка, другая женщина будет для вашего молодого человека более привлекательным партнером в отношениях, и по какой-то причине мужчина, например, предпочтет ее вам. Вы этого боитесь, вы не уверены в себе и, соответственно, больше по этой причине вы думаете, что, значит, произойдет измена. В этом случае, пожалуй, можно говорить о том, чтобы вы сами определили для себя, в чем именно вы не уверены в себе и постарались бы эту неуверенность в себе купировать. Чем лучше вы купируете эту неуверенность в себе, тем яснее вы будете понимать, собственно говоря, причину, по которой вы не уверены в себе, тем быстрее вы сможете восстановить неуверенность в себе и тем быстрее вы сможете, собственно говоря, вернуться к той модельной поведении и к тому восприятию себя, которое бы позволило вам не сравнивать себя с другими девушками в частности, а позиционировать себя как уникальность, как индивидуальность и как, собственно, самую привлекательную, самую красивую женщину для своего мужчины, кое вы, по идее, по крайней мере, априори для него являетесь. Если нет, то это уже, соответственно, другой вопрос. Если нет, то уникальность вопроса, почему, нет, ну и так далее. Далее, какие последствия того, что вы испытываете неуверенность в себе? Ведь для того, чтобы менять свое поведение и прекращать ревновать, нужно мотив, нужно стимул. И этот стимул заключается в осознании негативного результата того, что вы делаете. А делаете вы примерно следующее. Вы своему молодому человеку как бы напоминаете о том, что вам можно изменить. И вы своему молодому человеку напоминаете о том, что и он вам может изменить. То есть вы на подознательном уровне поселяете у него мысль о том, что он может вам изменить. И эта мысль у него просто чисто за счет того, что вы ее желая того сами, не желая того сами, это неважно, как бы поддерживаете, оставляете. У мужчины куда больше шансов вам действительно изменить, просто потому что эта мысль волей-неволей заставляет его об этом думать. Я не говорю безусловно, что он будет вам изменить. Но шанс повышается и получается, к сожалению, довольно значительный. Значит, что касается второго момента. Почему вы боитесь, почему вы ревнуете? Значит, связано это с тем, что вы боитесь молодого человека потерять. Ну и, собственно, вопрос к вам. Почему вы так сильно боитесь его потерять? Ведь, наверное, несложно догадаться, что если вы мужчину любите, то вы желаете ему счастья. А если вы желаете мужчине счастья, то вы понимаете, что вам, по сути, все равно, где он, с кем он, с лично был счастлив. Если это не так, то вы желаете, чтобы он был с вами как источник определенных ваших потребностей, то есть вы с ним что-то получаете, вы через него что-то для себя получаете. И ваш страх того, что вы его потеряете, связан с тем, что вы боитесь лишиться тех, удовлетворения тех желаний, удовлетворения тех потребностей, которые вы сейчас удовлетворяете. соответственно, нужно понять, что это за желания, что это за потребности, и пытаться их удовлетворить как бы отдельно от, ну, собственно говоря, отдельно от контекста вашего молодого человека. Значит, какие негативные последствия порождают данный момент? В данный момент негативные последствия порождают следующее. Поскольку вы боитесь потерять мужчину в этом случае, исходя из своих потребностей и интересов, то, соответственно, соответственно, во-первых, мужчина воспринимает себя как источник носителя, как носителя ваших желаний, как источник удовлетворения ваших желаний. Это первое. И второе. Мужчина понимает, что вы в любом случае будете с ним, и мужчина понимает, что вы от него, ну, скорее всего, никуда не денетесь. То есть вы таким поведением, такой мотивацией его стимулируете к тому, чтобы он вас обесценивал. И чем больше вы себя обесцениваете в его глазах, по крайней мере, тем меньше шансов, что ваши отношения как-то будут долговечными. Тем более, если учесть, что вы уже расставались. То есть, случай был. Дальше. По поводу прощения, по поводу прощения хочется сказать, что почему говорят, нельзя простить человека, вот по собственному желанию. То есть нельзя просто взять и простить человека. Почему? Ведь, казалось бы, это не так уж сложно. связано это с тем, что прощение означает, что вы осознали тот факт, что мужчина сделал поступок, который он делать не хотел. то есть, вы осознали для себя, сами для себя, что человек ошибался. поступил не так, как хотел, а искренне. А так, как, ну, получилось. И он очень сильно раскаивается. Когда вы принимаете до конца его поведения, то есть, осознаете причины, вы его прощаете. Совершенно очевидно, что в вашем случае совершенно очевидно, что вы не простили своего мужчину до конца. то есть, то есть, вроде бы, как вы ему сказали, что простили. Вы даже и нам написали, что простили его. Но получается так, что в действительности этого не произошло. Раз вы ревнуете, значит, вы не осознали почему мужчина это сделал. Вы не осознаете причин и мотивации его поступка. А значит, прощение для вас в принципе невозможно. И пока вы не осознаете причину, по которым мужчина вам изменил. Простите его, у вас не получится никак. Далее. Что касается ревности, если вы хотите загранить свои отношения, если вы хотите их удержать, то вам нужно понять, что вместе со всем тем, что я вам рассказал, вместе со всем тем, что вы меня сейчас получили, вам нужно еще и понимать одну простую вещь, что когда вы ревнуете, вы по сути дела думаете только о себе. Вы не думайте о мужчине. Мужчина это чувствует и соответственно у него возникает ощущение, что его не любят, что его не ценят, что его не уважают, что ему не доверяют и так далее. Возникает вопрос, как долго он будет это терпеть? Понятно, что до пори до времени. И что будете делать вы, чтобы он все-таки не расчаровался воз вас и не ушел. Вот когда хотите проявить ревность, просто-напросто попробуйте проявить наоборот нежность, ласку, внимание, заботу, тепло, улыбку и так далее. То есть что-то позитивное. и кроме того, что у вас будет просто больше моментов позитивных, больше хороших моментов, так вы еще и с тобой сделаете очень важную вещь. Вы покажите мужчине, что вы думаете о нем и оглушив его лаской, теплом и заботой, вы снизите до минимума собственно говоря, вероятность его измены, ибо зачем терять ту, кто дает все, что нужно, кто окружает любовью, теплом и заботой. Ну и наконец последнее, о чем я хотел бы вам сказать. Это то, что для вас измен. Про неуверенность в себе мы уже сказали, и про то, что вы воспринимаете измены на свой себя, то есть это вам удар. Но почему вы не думаете о том, что может быть это не вы виноват мужчина, что может быть он просто несерьезный, может быть он просто испытывает слабость к женщинам и не готов хранить верность только вам. И нужен ли вам такой мужчина, который может изменить, который изменяет. Ну на первый раз понятно, простили, хорошо, бывает сказок, но если это происходит второй раз, это уже не случайно. И нужно понимать, что если мужчина изменяет, значит вы определите для себя, будете вытерпеть такое поведение или нет. И если нет, если вы давали ему все что нужно, то это не ваша вина. Это его вина. И получается, что он просто не оценил вас по достоинству. Он не увидел вас в ту, какой вы являетесь. Это его проблема, они ваши. И значит вам такой мужчина не нужен. Значит бороться за него бесполезно, бессмысленно, он не достоин вас. Попробуйте еще смотреть на ситуацию с такой точки зрения. А на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.